Данное видео будет о Саксахуаман, там разные названия. Я это видео загрузил в 2017 году, но по независимым от меня причинам, скажу сразу, что это музыка копирайты, мне пришлось удалить это видео. И вот я решил использовать фотографии Евгения Берзина с Facebook. Я у него просил на Facebook разрешение, чтобы использовать эти фотографии еще в 2017 году. И вот уже в 2020, и снова приходится перезагружать это видео. Значит, немножко о Саксахуаман. Ну, почему я именно так очень заинтересован в данном месте. Значит, согласно официальной версии, даже не из гляда в Википедию, я могу сказать, что все эти места в Перу датируют 9, 13, 14 век нашей эры, ну, согласно официальной версии. Я хочу сказать, что я думаю, что они позже, намного позже. Я уже неоднократно говорил во мной в своих видео, еще расскажу в этом, что испанский конкистадор и исследователь Педро Кезадалион спросил местных индейцев, кто это все построил. Спрашивал он в основном о Теонаку и Пумапунту, но это касалось абсолютно всех мегалитических сооружений Перу и Боливии. Индейцы ему, ну, в ответ на его вопрос рассмеялись, и ответили, что это построено задолго до них. Ну, смысл этого ответа, что, мол, построили все, что хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу сказать постсоксалман. Значит, ученые проводили, ну, относительно, по крайней мере, визуальное исследование данной крепости, согласно официальной версии, это крепость. И они завели, что вот такая вот зубчатая кладка, вот такая выступающая, это, она сделана как сопротивление либо воздушной волне, либо звуковой волне, либо ударной волне, по крайней мере. То есть, такая вот причудливая форма выступающих зубцов, это именно вот для этих свойств, либо погашение звука, вот. В Европе подобные крепости, назывались, ну, звездочные крепости, они были построены французскими инженерами, как противодействие против все увеличиваясь калибра калибра осадной артиллерии, и, чтобы противостоять, чтобы все могли выдерживать обстрел этих орудий. То есть, тоже, как бы, такая вот форма причудливая таких выступающих зубцов, как противодействие, вот, либо ударом, вот, ну, в данном случае, именно в европейских крепостях, это к противодействию обстрелам осадной артиллерии. Вот, что хочется сказать именно по Сексуаман. Сексуаман – это одно из самых, ну, достопримечательствий о Перу. Я в Перу, я сделал уже несколько видео по данной теме. Ну, как говорится, там столько информации, что можно делать, делать и делать. Там, наверху этой крепости, расположены остатки какого-то интересного сооружения, которое имеет причудливую форму. Продолжение следует... Внизу основания этой крепости имеются два сооружения. Одно – это нечто подобное, как будто растекшийся камень и коренолом, ниоткуда брали эти блоки. А второе сооружение – это как будто вот, ну, словно стартовая площадка. Такое вот кольцевое отверстие и какие-то там сооружения вокруг него. все это сложено из полигональной кладки. Субтитры подогнал «Симон»! 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 То есть, не побоюсь этого слова, «Сексуаман» – это одно из самых достопримечательностей Перу, одно из самых главных, и можно было бы его назвать как одно из чудес света. Вот что хотелось бы лично от себя сказать о данной крепости Я уже сделал очень много видео на данную тему, но вот будет еще продолжение одной из них Всем советую посмотреть данное видео о крепости Саксуамампе 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 Саксуампе 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok